Ну что, друзья, вот мы и добрались с вами до финала сезона на знаменитый трек Сочи Автодром. Мы находимся с вами сейчас в самом центре поселка Сириус Краснодарского края России, буквально в 15 минутах от побережья Черного моря, и вокруг нас расположилась невероятная инфраструктура, которая и сделала эту трассу такой популярной среди тех, кто проводит различные автоспортивные мероприятия, и среди зрителей, которые с огромным удовольствием приходят сюда посмотреть как на дрифт, так и на другие виды автомобильного спорта. Трасса была официально открыта в 2014 году, и как и другие мероприятия под эгидой ФАИ, гран-при российской дрифт-серии уже не первый год оказывается здесь, под палящим сочинским солнцем. А в следующие выходные здесь и вовсе вновь пройдет финал РДС Запад. Но об этом как-нибудь в следующий раз, а пока давайте посмотрим на сам трек. Длина участка, которую оценивают судьи РДС-ДП в Сочи, составляет 788 метров, 220 метров из которых являются, по сути дела, разгонной прямой до постановки. Именно здесь, на трассе Сочи Автодром, пилоты российской дрифт-серии любят ставить свои рекорды скорости на постановке. В прошлом году, например, Евгений Лосев поставил здесь невероятный рекорд, 171 километр в час и даже 0,6 после запятой. Именно такой беспрецедентный рекорд был зафиксирован нашей службой телеметрии. Мы еще обязательно чуть позднее посмотрим, как будет выглядеть судейское задание на этот этап, но обычно на этой трассе отмечают три тач-эн-гол и четыре аутсайд-зоны, одна из которых в длину составляет целых 30 метров. Продолжительность этой дуги сама по себе делает эту аутсайд-зону довольно сложным элементом, но после ее прохождения пилотам еще и предстоит вернуться обратной траекторией прямо в дым, который они создали ранее на старте оцениваемого участка. Как вам, наверное, известно, наш конфиг на Сочи-автодроме достаточно крэша-опасный, стены здесь манят не хуже, чем в Рязани, и многие из пилотов уже ощутили это на своей собственной шкуре вчера в пятницу в тренировочный день. Именно поэтому работы в техпарке не умолкали практически до поздней ночи. Кто-то делал это в профилактических целях, ну а кто-то все-таки сталкнулся со стеной. Несколько пострадали автомобили команды Pacific Racing Team и много работы подкинул своим механикам и Георгий Чевчан, ну а кому-то после столкновения со стеной даже пришлось покинуть трассу для временного ремонта. В этом году в серии достаточно большое количество дебютантов, поэтому особенно интересно будет послушать их мнение о трассе после пятничных тренировок. Особенно с учетом того, что у нас есть один пилот, который вообще считал Сочи-автодром трассой достаточно простой. Я помню, когда мы снимали тебя в Рязани, ты сказал, что это достаточно простая трасса, просто постановочка в стену, все, больше ничего делать не надо. Поменялись ли твои впечатления после того, как ты попробовал ее самостоятельно? Сейчас, да, поменялись впечатления, потому что разгон очень, я бы сказал, большой, ну скорость большая тоже, и просто сделать постановку и подъехать по стене не так легко. Я бы сказал, в Рязани точно легче было, но здесь надо поработать еще. Пару кругов делал, но еще ни разу не подъехал, как хотел. So far, Sochi has been really good, but I haven't tried tandem here yet, so I'm excited to see how this weekend goes. Расстояние, которое проходят зрители здесь на Сочи-автодроме, конечно, не сравнятся с петербургским треком и Городрайв, но все-таки для того, чтобы попасть от трибун впадок, вам определенно потребуется время. Впадок вам еще непременно покажут Алиша и Тимофей. Пока здесь достаточно пусто, все только застраивается, но уже совсем скоро появятся зрители, и здесь начнется настоящий праздник дрифта. На этой прекрасной ноте я оставляю вас здесь с судейским заданием и прощаюсь до следующих видео. У нас разгон без шиканы, это позволит, опять же, пилотам максимально разогнаться. Особенность постановки. Дело в том, что так как у нас трасса возвратная, первый Touch and Go находится за третий Touch and Go, за финишным. Собственно, это многих пилотов вводит в заблуждение, и сегодня мы видели как раз ошибки. Как можно раньше пилот должен открыться, без корректировок в стабильном угле, пилот едет в первую зону 1. Первую зону 1, как мы с вами помним, максимально широко нужно в эту зону заехать, максимально широко выехать. Перекладку я рекомендую делать чуть позже, это позволит сохранить скорость, и после второй внешней зоны, перед третьей, гасить скорость большим углом. И таким образом машина будет, чуть-чуть протянет пилот до третьей зоны, так как она, ну скажем так, смещена от второй зоны. Здесь кто-то шифтится на передаче вниз, кто-то остается на той передаче, на которую он заходил в вторую зону. Дальше у нас разворот. Максимально идем по внешней, ни в коем случае нельзя приближаться к внутреннему кругу, это будет также очень сильно наказываться по траектории. После третьей зоны, по внешней, не увеличивая угол, сохраняя темп, пилот начинает набирать скорость и возвращается в Touch and Go 2. То же самое рекомендация от судей, не углить после Touch and Go 2, продолжать увеличивать темп. После Touch and Go 2 пилот перекладывается, внешняя четвертая зона допускается со средним углом и даже, может быть, ниже среднего, для того, чтобы очень большой отрезок, внешняя зона 4, Touch and Go 3. Здесь максимальное требование к пилотам проходить посередине трассы, в полный газ, в стабильном углу, без корректировок. Тимофей вот уже активно гадает на тем, кто же все-таки получит перстень и заветный кубок по итогам сезона, так что скорее подключайтесь к трансляции этапа. Здесь на Сочи автодроме пилоты российской древсерии любят ставить свои рекорды скорости на постановке. Продолжение следует...